Доброе утро, мои дорогие зрители! Доброе утро, мои дорогие подписчики! Все, глаза открыла, телевизор включила. Нет, смотреть телевизор мы не будем. Сейчас я пойду умываться и пить кофе. И попробую снять для вас новый блог с ответами на ваши вопросы. Прежде чем выпить кофе, я сегодня решила побежать на рынок за свежей булочкой. У нас есть ларек на рынке от хлеба комбината. И там полдня он работает и с утра всегда привозят свежую выпечку. Поэтому я сегодня никуда не по каким магазинам. Только на рынок решила, что надо мне... Что-то захотелось очень мягенькой булочки. Такую вот плетенку взяла. Но не могла устоять от дешевых помидор и огурцов. Вот такие огурцы. Такие вот симпатичные наши белорусские огурцы. Рубль килограмм. Это полдоллара. И помидоры уже тоже наши. Выращенные в этом где-то в парниках. Ну, я имею в виду, они не витебские. Они, наверное, оршанские. Вот, выращенные в парниках. Они доллар там с маленькой-маленькой копеечкой. Поэтому взяла на салатик. Сейчас сделаю салатик. А потом уже выпью. Сделаю бутерброд себе с такой вот булочкой. Вот такой вот салатик у меня получился. Но сегодня я только поперчила, посолила. И не добавляла оливковое масло. Чему-то мне захотелось со сметанкой. Сметанка у меня есть. Вот, и я решила, что сегодня я очень люблю, когда от помидор, потом вот сок такой остается со сметаной. Очень-очень такое люблю. Так что вот так вот буду сейчас завтракать. Кофе варится. Салатик я скушала. И Котофей мой пришел завтракать. Все. Почистила одну мисочку, где был паштет. И сухим кормом закусил. Все, он уже свободен. Лежать надо на улице. Все, ушел. Кофе сварила. Сделала себе бутерброд. Кусочек булочки с маслом. Иногда и масла хочется. Так что сегодня у меня завтрак такой не для похудения. А для души, скажем так. Ну, кусочек булочки. Ну, булка такая свежая, такая мягкая. Просто дышит. Вот. Масло тоже наше белорусское, вкусное. Вот. Ну, и конфеткой закушу. Вот такой вот завтрак у меня. Ну, а теперь о моих лаках и о моем маникюре. Все время спрашивают, почему и как я делаю такие красивые ногти. Девочки, ничего особенного я не делаю. Ногти у меня от природы. Просто очень-очень крепкие. И такой вот миндалевидной формы. Обрабатываю пальчики, ноготки я сама. Для этого всего лишь надо щипчики, ножнички, пилочка. И вот такая вот шлифовочная пилочка. Если вдруг какая-то там трещинка на ногте появляется. Там что-то зацеплено. Вот. Никогда я этому ничему не училась. И просто я трусиха. И я очень боюсь, что если меня где-то ущипнут. Как-то по молодости я ходила на маникюр. Но меня пару раз ущипнули. И у меня, в общем, такой вот остался панический страх от этого. Поэтому ногти свои обрабатываю я сама. Вот. Лаками я пользуюсь только светлыми. Лаки у меня вот такие вот. Это лаки от Фаберлик. Это песок. Песок такой с этими блесточками. Он немножко шершавый. Но не настолько, чтобы это было неприятно. Мне он понравился. Не думала, что я им буду пользоваться. Но заказала. Ну, вот просто все заказывают. И я заказала. Очень люблю вот этот вот лак. Тоже от Фаберлик. И вот этот вот лак. Он совершенно не перламутровый и не глянцевый. Он просто такой матовый. Интересный. Очень интересный. Но, как видите, у меня все в основном оттенки светлые. Заказала в Фаберлик вот такой. Он один единственный раз был. Он такой вот, как хамелеон. Но попробовала один раз. И что-то он мне не очень понравился. Так он у меня и существует. Просто лежит в коробочке. В основном я пользуюсь. Вот снежок от Эйвен. Лак перламутровый белый. Очень я его люблю. И вот такой вот. Ну, он тоже был написан розовый. Но он такой вот, как видите, больше... Ну, видно, у розового, видно, есть много оттенков. Мне так кажется, что он такой какой-то больше персиковый. Сейчас на ногтях у меня вот этот вот лак. Просто глянцевый. Я еще такими лаками никогда не пользовалась. Это впервые. Потому что больше всего я люблю лаки перламутровые. И много лет я как-то пользовалась только белым и розовым. Но в этом году что-то стала экспериментировать. Вот попробовала лак розовый такой вот. И знаете, он мне понравился. Накрасила ногти на руках и на ногах. Я люблю, в общем-то, чтобы и на руках, и на ногах был одинаковый цвет лака. Не могу. Вот мне я заказала вот такой. Вот он, сирень написано. Перламутровый. Даже какими-то золотистыми вкраплениями. Но для меня это лак темноватый. И девочка одна написала, вы сделайте педикюр. Конечно, я это попробую. Может быть, мне и понравится. Но как-то, в общем, всегда предпочитала, чтобы лак на ногтях был и на руках, и на ногах был одинаковый. Но если я меняла лак на ногтях, на руках чаще, то тогда на ногти, на ногах я наносила лак очень-очень бледненький. Просто, ну, бледно-бледно розовый, чтобы он не бросался в глаза. Также я вот была, попробовала взять вот такой вот лак. На картинке он смотрится как-то более светлый. Он тоже перламутровый. Но попробовала, не могу. Вот мешают мне, потом мне мешают руки. Я начинаю что-то делать. Руки у меня перед глазами. И все, мне надо, я не могу, пока я этот лак не убрала с ногтей. Ну, вот такие вот у меня лаки. Вот я надеюсь, что я на ваш вопрос ответила. Люблю свои ногти, потому что действительно ухаживать за ними очень легко. Вот, только что, если отрезают, отрастают, отрезаю их понемножечку, опиливаю. Ногти у меня крепкие. Это вот единственное, наверное, достояние мое. Вот. Странно, что ни у дочки, ни у внучки таких вот ногтей по наследству не досталось. Вот. У них более мягкие и форма такая вот как бы-то попроще. Внучка занимается как-то гелевыми ногтями, делала и себе. Но, говорит, давай я тебе тоже сделаю. Я говорю, да зачем, когда у меня свои ногти хорошие, зачем мне их надо портить? Потому что это спиливается, вверх этот слой этот снимается, ногти эти наклеиваются. Я видела, как она делает. Мне это не понравилось. Я хочу, чтобы мои ногти были здоровые и были свои. Надеюсь, я ответила на ваши все вопросы. Ну, спасибо вам за то, что вы их задаете, потому что есть о чем все-таки рассказать. Так как вы просите снимать влоги, показывать свою жизнь. А я, в общем-то, не знаю, о чем рассказывать и о чем показывать. Потому что, когда я работала, да, когда-то жизнь была как-то немножечко интересней. А сейчас, ну, что за жизнь? Встал, кофе попил, к компьютеру подошел, посидел, посмотрел сериал, что-то приготовил. Радость, когда приходят дети, когда приходят внуки, значит, это какие-то заботы, что-то надо вкусненькое приготовить, хлопоты вот эти. Вот, а так что, ну, убрал дома, на рынок сходил, в магазин куда-то съездил, в огороде там с цветочками повозился. Ну, и самая большая радость, конечно, когда уезжаешь в отпуск. Вот там какое-то что-то новое, что-то увидишь, отдохнешь, и какие-то впечатления опять на целый год. Вот, по два раза на год, конечно, у меня не получается ездить. Сами понимаете, на пенсию много не наездишься. Вот, ну, можно, конечно, поехать куда-то поближе, но лишь бы поехать, я такого не хочу. Вот, можно было поехать, конечно, в Одессу, в Затоку, там, в Коблево. Там очень дешевые путевки, здесь это Одесская область. Вот, но я когда-то по молодости там была, мне очень не понравилось. Ни пляж, ни море, ни само вот это вот неуютно как-то. Сыро, холодно. Единственное было развлечение, что можно было съездить на рынок на седьмой километр. Вот это было прекрасное развлечение. Знаете, все женщины тряпочники, шмоточники, любят, как сейчас это говорится, шоппинг. Вот, там, конечно, мы получали, я ездила с внучкой, обычно я все время за собой, сначала возила за собой дочку, пока она не выросла, а потом возила с собой внучку. Тоже, пока она не стала уже взрослой, и ей со мной стало неинтересно. Вот, ну, а правнука еще рано куда-то везти, уж слишком он у меня маленький, да еще очень такой озорной. Это будет просто не отдых, поэтому теперь вот я одна, и вот в этом году у меня опять стоит проблема, с кем же поехать. С первой женщиной, которой я ездила, с приятельницей, она хочет в октябре. Я до октября не хочу ждать. Ну что, в октябре там уже будет не так тепло. Днем будет тепло, а вечером будет холод. Ну зачем мне везти с собой гору этих одежек, этих опять, эти джинсы? Я хочу сарафаны поносить, то, чего нету у нас. У нас вот месяц заканчивается, лето совершенно не было. Лето холодное. Вот я сегодня ходила на рынок, опять надо было брать. Вышло и дождик, и надо брать зонтик. Правда, до рынка дошла, и дождик этот кончился. Но и солнышка мало, и как-то погода не очень. Нету такого тепла, что подеть открытый летний сарафан. Полный шкаф сарафанов, носить их некуда. Поэтому хочу. А я люблю очень тепло, поэтому я хочу в Турцию. Ну вот не знаю, и Золовка тоже что-то в этом году отказалась, говорит. Там тоже внука ей подкинули на лето, поэтому что-то не получается. Вот ищу к себе напарника. Все-таки поехать и на двоих купить путевку, это немножечко будет дешевле. Да и одной 10 дней, я думаю, что это немножечко будет скучновато, потому что я не тот человек, который будет лезть кому-то в душу, быстренько самой находить компанию, общаться. Я не умею этого. Если меня не затронут, я с разговорами никому не полезу. Ну вот так вот, мои дорогие. Вот такой вот у меня опять получился сборная сорянка. Ну, надеюсь, я ответила на все вопросы и немножечко с вами тут поболтала то, о чем меня сейчас волнует. Спасибо всем, что вы меня смотрите, слушаете. Надеюсь, до конца моего видео дожидаетесь. Не бросаете его посредине из-за моей болтовни. Вот. Ну вот и все. Спасибо, мои дорогие. Спасибо за все ваши комментарии. С вами была Галина. Спасибо.